Добрый день дорогие друзья, приветствую вас в экономике здравосмысла, с вами Рослав Романчук, будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема, сколько денег в белорусском бюджете в 2022 году. Тема очень интересна, поскольку белорусские власти стараются скрыть всю информацию, но тем не менее какую-то информацию они нам дают и на основании этих обрывочных сведений, косвенных признаков мы можем сказать, сколько денег будет в белорусском бюджете, является ли это критической цифрой, сможет ли белорусские власти продержаться без бунта с пустых кастрюлей и наконец каково влияние тех санкций, которые работают в отношении нашей страны и которые были введены последние три года. Итак друзья, цифры которые дал нам министерство налогов и сборов за 9 месяцев. В бюджет поступило порядка 25 миллиардов рублей, это за 9 месяцев, если мы предположим с такими же темпами будет наполняться бюджет, то ближе к 2022 году по итогу концу декабря будет порядка 34 миллиардов рублей. Это консолидированный бюджет, то есть местный и республиканский. Есть отдельная строка, это поступление в фонд социальной защиты населения, за полгода туда поступило 10 с половиной миллиардов. Я думаю, что логично будет предположить, что примерно такая же сумма придет во вторую половину, то есть будет порядка 21 миллиарда рублей, что примерно соответствует запланированному параметру, пусть даже с другой инфляцией. Ну инфляцию ладно оставим пока за кадром. То есть по итогам 2022 года в белорусском консолидированном бюджете, вернее бюджет органов госуправления будет около 55 миллиардов рублей. Если мы это все пересчитаем по курсу даже два с половиной, то это будет около 22 миллиардов долларов, друзья. Это не 25 с половиной, как было в двадцатом году, в двадцать первом мы до сих пор до конца не знаем, но тем не менее это цифра, которая позволяет достаточно вольготно чувствовать себя белорусскому тоталитарному режиму на ОМОН, на Церберов, на шлагбауму в белорусской власти безусловно в двадцать третьем году хватит. Это говорит о том, что санкции, которые были введены, оказались половинчатыми, дырявыми и те санкции, которые белорусские власти вместе с красными директорами и российскими партнерами обходили, о чем собственно и сказал даже Головченко, выступая перед очередным каким-то предприятием, он говорит, что до 80 процентов тех потоков, которые были исключены из торговли с европейским союзом, речь идет о сумме шести миллиардов долларов, было переориентировано на другие рынки, имеется в виду Россию и прочие. Ну, друзья, 80 процентов и достаточно много, то есть, а как же были вводены санкции, кто же думал, кто из тех, кто думал вводить санкции именно так, рассчитывал на такой результат, что переориентация будет именно вот такая. И кто получил выгоду от того, что эти потоки, эти деньги пошли не через Европу, а через Россию. Безусловно, российские распорядители чужого, российские схематозники, российские преступные группировки, которые предоставили возможность белорусским партнерам, либо белорусским уже работникам, если они пошли служить и работать на российские кланы, заниматься этим бизнесом. Но, друзья, сам бюджет, опять-таки, я говорю, оговорюсь, если мы верим данным Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов. Но эти цифры подтверждаются, опять-таки, теми косвенными баллами и показателями, которые имеют, они как-то сочетаются, коррелируются статистиками, которые мы имеем, причем совершенно очевидно, что работает механизм через Россию, через российские инфраструктурные логистические компании, и, собственно, становится очевидным еще одна давно известная истина, что белорусский российский схематоз – это единое целое, это международный синдикат, это обороны, которые работают в едином, как сказать, хозяйственно-финансовом комплексе, прикрываясь интересами России и Беларуси, как страна-агрессор России, так и страна-соагрессора Беларусь, так и, собственно, в схематозе мало что отличается. И вот здесь потоки, которые заходят в Беларусь или пришли через Беларусь, они вот через те же схематозные схемы, схематоз, да, они работают сейчас немножко в другом направлении – через Турцию, через Казахстан, через Армению. Мы видим, там в разы просто выросли разного рода торговля разными товарами, и, понятное дело, что это не армяне стали больше покупать ни узбеки, ни турки, ни грузины, а это все тот схематоз, который заработал, и вот так, собственно, обходятся те самые санкции, друзья. Но опять мы возвращаемся к вопросу о денег. Денег в беларусском бюджете в 2022 году с учетом напечатанных и с учетом инфляции, конечно же, хватает. Естественно, если скорректируем мы эту сумму на реальные рубли, то будет их еще меньше. Но опять в этой ситуации какие будут приоритеты у беларусских властей? Явно не социалка, явно не инвестиции. Это будет осваивание денег такими структурами, как Беларусская национально-биотехнологическая корпорация, как Бременна Групп, как Белтамош-сервис, как разные структуры, которые работают в разных сомнительных свободных экономических зонах и так далее, и так далее. Это будут структуры, которые осваивают, в том числе, российский бюджет. Это позволит сохранить какую-то относительную устойчивость к беларусской экономике. Да, я думаю, что в этом году и в следующем году будет минус, поэтому, когда премьер-министр Головченко говорит о сбалансировании экономики, у него такие вот циничные шутки. Это он беспрецедентный исторический баланс нашел в том, что положительный баланс зафиксирован и от того, что импорт упал так радикально. Ну, здесь же есть еще и серый импорт. И знаете, импорт, который идет через российские структуры, он, конечно же, приносит выгоду российским структурам, а не беларусским. Это тоже нужно помнить. Поэтому падение импорта тоже показатель отрицательного воздействия санкций и потери Беларуси, а не приобретения. Вот на 22 миллиарда долларов, если я не буду в этом году, это, конечно же, еще не кризис-кризис. Это говорит о том, что беларусские власти будут иметь еще какой-то запас прочности. И до тех пор, опять-таки, подчеркиваю, когда не случится радикальное изменение всего лишь одного фактора. Это цена на нефть. Если цена на нефть в 2023 году обвалится до уровня хотя бы 30-40 долларов, соответственно, обвалится цена газа и, соответственно, лишится, в конце концов, Россия этого единственного, самого надежного источника финансирования, основного источника финансирования своего государственного затрата и, собственно, схематоза денег, которые будут. Но, тем не менее, 140 миллионов человек что-то кушают, а это доход для Беларуси. Есть госпрограммы, которые финансируются Россией, и частично беларусские власти претендуют на них. Это тоже деньги. Так что даже с железным занавесом, даже под санкциями, беларусские и российские тоталитарные режимы будут выживать. Будут выживать, не обращая внимания на качество жизни населения. Но они никогда этого не обращали внимания. Они даже не обращают внимания на сотни тысяч убитых своих граждан. Им пофиг люди. Им главное свои карманы, своя власть, друзья. Поэтому нужно концентрироваться на другом, на том, чтобы убедить беларусов, убедить россиян, убедить всех людей, что бесчеловечность, тоталитарность и жестокость этих режимов – это то, что и мешает всем нам развиваться, жить в мире. Друзья, спасибо большое за внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живее Беларусь, слава Украине!